Время новостей на канале СКАД ТНТ в студии Вячеслав Душин. Здравствуйте. Как чистит снег на самарских дорогах, проверили сотрудники дорожной инспекции городского отдела ГИБДД. Рейд прошел на улицах промышленного и советского районов города. Буквально за час выявлены нарушения на представителей, ответственных за уборку организаций, составили протоколы. Улица 22-го партизда в промышленном районе Самары. Отрезок дороги от проспекта Карла Маркса до Старозагоры. Даже без рулетки видно проезжая часть заужена примерно вдвое. По бокам огромные кучи снега. Все из-за припаркованных машин, говорит представитель МП благоустройства. Мол, трактором чистить опасно, можем повредить. Дорожные инспекторы тут же парируют. При наличии транспорта, припаркованного в области дорожного движения, то есть обслуживающая организация в любом случае должна производить работы в том числе и в ручном режиме. То, что мы здесь наблюдаем, это является нарушением требований действующего законодательства. По результатам данной проверки, еще раз повторюсь, будут составлены административные протоколы. Сами представьте, какой штат нужен, чтобы мы вручную, допустим, даже вот этот 22-й портест кусок небольшой очистили. То есть это просто невозможно. Протокол на ответственного все же составили. Штраф для должностных лиц от двух до трех тысяч рублей. С начала года составлено более сотни подобных протоколов. Все та же улица 22-го портеста, но уже в советском районе Самары. Вот здесь, на этом месте, должен быть расчищенный тротуар. Об этом говорит, кстати, и сам представитель муниципального предприятия благоустройства. Но, как мы видим, вместо расчищенной пешеходной дорожки под ногами снег. По идее, здесь должен быть тротуар, вот на этом месте. А как вот жителям-то ходить? На дорогу выходить получать? Мы сегодня все уберем. По поводу вывоза снега, наши подрядчики не поставляют нам необходимое количество самосвалов для вывоза. Подрядчик «Восток» автоматизация. Решать вопрос с подрядчиком все равно предстоит самим ответственным за уборку. А пока снег будет лежать на месте, штрафовать будут все то же муниципальные предприятия. Штраф для юридических лиц составляет 300 тысяч рублей. Павел Баймаков, Дмитрий Лукин, СТВ. Работу субподрядчика обсудил на брифинге для журналистов прокурор Самара Андрей Шевцов. Выяснилось, что необходимую для расчистки города технику компания «Восток» автоматизация не представила. Речь идет о 88 единицах, которые могло бы использовать муниципальные предприятия для своевременного расчищения дорог и тротуаров, а также вывоза снега. Отмечу, что на текущий момент, по данным прокурорской проверки, вывезено 244 тысячи тонн при общем объеме 5 городских полигонов, а это 480 тысяч тонн. Я отдаю себе отчет, так же, как и мои коллеги, что существуют, безусловно, финансовые сложности. Существует ряд объективных причин, которые создаются и препятствуют надлежащему обслуживанию дорожного покрытия. Но есть закон, и он должен быть исполнен. Если такая ситуация будет продолжать дальше, то хотелось бы еще раз разъяснить сотрудникам муниципального предприятия благоустройства о том, что по части 1 статьи 293 предусмотрена уголовная ответственность до 3 месяцев лишения свободы, а по части 2 до 5 лет лишения свободы. И это очень важный критерий. Уверен, что он многих сориентирует к исполнению непосредственно своих обязанностей. К другим темам. Наблюдение за лесами и водоемами, выявление незаконной добычи полезных ископаемых, несанкционированных свалок мусора и многое другое. Все это задачи, стоящие перед спутниковой группировкой РКЦ «Прогресс». Сеть космических аппаратов исправна, их решает. На предприятии совместно с заинтересованными службами подвели итоги этой работы. Подробнее в сюжете. Дистанционное зондирование Земли. Этот термин скрывает за собой возможность получать самые разные данные о земной поверхности. Фото в различных частях спектра, а также получение рельефного изображения. Сейчас эту задачу решает три спутника. Ресурс П и один типа АС-2Д. Пункт приема информации из космических аппаратов находится на территории РКЦ «Прогресс». Антенный комплекс прямо на крыше одного из корпусов. Имея здесь пункт приема информации, расположенный на территории нашего предприятия, мы в первую очередь работаем на наш регион. В рамках пилотного проекта работа ведется в интересах областного Минприроды, служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. К примеру, наблюдение за водоемами области. Как во время паводков, так и во время засухи. Мы имеем разновременные снимки, строим маску водной поверхности. И, соответственно, можно сразу оценивать площадь водной поверхности, которая на этом снимке. Кроме того, спутники помогают отслеживать незаконные свалки мусора. На сегодняшний день их насчитывается 378. Такие точки тоже попадут под наблюдение. Если незаконный вывоз отходов будет продолжаться, выявить нарушителей будет гораздо проще. Аналогичная ситуация с незаконной добычей песка, глины и гравия. При этом причиняется вред природе, а в бюджет не идет ни копейки. 74 потенциальных места незаконной добычи также под контролем. По итогам года по пяти таким нелегальным карьерам направлены материалы в правоохранительные органы. Да и незаконным добытчикам уже некомфортно работать. Это профилактическая работа. То есть люди, которые предполагают совершить хищение общераспространенных полезных ископаемых, не признают, что за ними следят из космоса. В будущем спутниковая группировка будет наращиваться. Ее функции также расширятся. К примеру, сейчас разрабатывается технология, которая позволит отслеживать рост и заболевания растений на большой территории. Максим Устриков, Николай Сидоров, СТВ. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел ряд рабочих встреч в Москве. Глава региона встретился с руководителем администрации президента России Антоном Войно. Обсудили ход исполнения майских указов Владимира Путина в Самарской области. Отдельной темой стали итоги социально-экономического развития региона в 2016 году. Обсуждались формирование областного бюджета на 2017 год, а также ход подготовки региона к проведению матчей чемпионата мира по футболу, строительство инфраструктурных объектов и реализация плана мероприятий, посвященных 50-летию выпуска первого автомобиля ВАЗ. От наркозависимости вылечат амбулаторно. За год в поликлинике Самарского наркологического диспансера прошли реабилитацию 732 человека. Количество пациентов, стоящих на учете, за год значительно сократилось. Что изменилось, какие методы лечения применяют медики в нашем репортаже. Этот день Александр запомнит надолго. После пяти лет реабилитации его сняли с учета. С 19 лет мужчина употреблял наркотики. В его жизни они появились случайно. Предложили друзья, попробовал и затянуло. С тех пор жизнь пошла под откос. Развод и редкие встречи с детьми. Проблемы с работой. Ах, если б можно было все вернуть назад. Я бы поклонился многим к Богу. Короче говоря, хочется сказать молодежи, ребятам. Не раз уж. Возможность такая у меня появилась. Не нужно начинать пробовать первый раз. Не нужно. Интерес вот этот юношеский. Какой-то непонятный. Не нужно даже начинать. В группе риска молодые люди. Однако немало случаев, когда запрещенные вещества начинают употреблять и в преклонном возрасте. К медикам наркозависимых чаще всего приводят родственники. После стационара пациентов направляют на амбулаторную реабилитацию. Такой метод лечения в Самаре существует уже год. Здесь работают больше врачи-наркологи, но и подключается психологический комплекс. Психологический блок, когда человек, вышедший из абсцинентного синдрома, начинает заниматься у психотерапевта или психолога. Для того, чтобы понять глубинные причины своего заболевания. И те люди, которые проходят полностью курс, у них есть небольшая гарантия того, чтобы это больше не повторится. Лечение проходит в индивидуальной форме, либо в группе. На помощь медикам приходят равные консультанты. Те, кто ранее прошел реабилитацию от зависимости и готов поделиться своим опытом. Если говорить по 2015, это было почти 25 тысяч человек, то в 2016 году у нас это чуть более 15, около 15, чуть менее 15 тысяч. Здесь все-таки благодаря тому, что идет очень большая работа с базами данных. У нас происходит выявление тех лиц, которые умерли, конечно, которых уже нет в живых, к сожалению. Те, которые выбыли, скажем, за пределы Самарской области. При желании лечения от наркозависимости можно пройти и в анонимной форме. Ексерина Алексеева, Олег Галочкин, СТВ. И о других не менее важных событиях в нашем коротком видеообзоре. Наличных в карманах станет меньше. Глава Минкина Антон Силуанов предложил вернуться к идее ограничения расчетов бумажными деньгами в России. То есть расплачиваться за крупные покупки можно будет только банковской картой. По его мнению, эта мера позволит сделать экономику прозрачнее. О какой сумме идет речь, не уточняется. Впервые предложение Минфинам было озвучено в 2013 году. Тогда в законопроекте указали предел в 600 тысяч рублей. С постепенным понижением его до 300. Этот вопрос вызвал бурную дискуссию. В правительстве ориентируются на зарубежный опыт. В большинстве стран Евросоюза и США есть лимиты на взаиморасчет налом. Но у них более развитая инфраструктура. По мнению экспертов, чтобы подготовить нашу страну к таким инновациям, особенно в муниципалитетах, понадобятся годы. Что получат пенсионеры в 2017 году? Изменения в первую очередь коснутся страховой части пенсий. Индексацию в Российской Федерации с 1 февраля проведут на уровне фактической инфляции 2016 года. Она составила почти 5,5%. Об этом сообщили в правительстве. При этом законом о бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации предусмотрена вторая индексация пенсий с 1 апреля этого года. С ее учетом итоговая цифра составит 5,8%. Кроме того, с 1 февраля будут проиндексированы многие социальные начисления, детские, инвалидные и ветеранские пособия. Также в январе планируют завершить единовременную выплату пенсионерам в размере 5000 рублей. Первый раз в первый класс. В этом месяце почти во всех школах региона уже начался прием заявлений от родителей будущих учеников. В Тольятти же начнется 25 января, в Самаре 30-го. На этой неделе приемная кампания уже стартовала в Новокуйбышевске, Отрадном, а также в Кенель, Черкасском, Богатовском и других районах области. Подавать заявление на зачисление ребенка в первый класс в Самаре нужно через интернет на портале образовательных услуг. Если с сетью проблемы, можно прийти в школу самостоятельно. Данные о ребенке также будут вноситься в эту же систему сотрудникам школы. После подачи онлайн заявления в течение трех дней его нужно подтвердить, явившись в школу с документами. Если этого не сделать, заявку аннулируют и придется подать ее заново. Очередное экстремальное путешествие. Команда «Навигатор-63» под руководством Константина Довитьяна наметила новый марш-бросок. Но не на автомобилях, снегоходах или квадроциклах. На этот раз на лошадях. Они отправятся в конный казачий поход. Сейчас как раз идет подготовка. Слово нашим корреспондентам. Тренировки в самом разгаре. Это новое начинание для команды. Подготовка проходит в Борском районе. Все в плановом режиме. Участники совершенствуют навыки верховой езды, отрабатывают движения в группе и готовят лошадей к дальним переходам в экстремальных условиях. Ведь февральская непогода может нести свои коррективы в весь поход. Поход для того, чтобы показать казачество свое. Показать, что казаки всегда были дружные, сильные, всегда сплоченные были. Концерт где-то провести. Молебен в храме. Организаторами конного похода стали казаки военно-патриотического центра «Навигатор 63» и казачество Борского района. Уметь управлять лошадью, умение сидеть в седле – это шаг, рысь, голоб. С сегодняшнего дня мы уже начинаем работать в колонии по два, в колонии по три, в колонии по одному. Создание и становление села Борское неразрывно связано с казачеством. Конный поход должен привлечь внимание молодежи к истории родного края и постижению жизненного уклада казаков, основой которого всегда было беззаветное служение Родине. Наше село было образовано именно казаками, это было построено как крепость. А что еще может укрепить молодых людей, как корни? Да и у дерева, чем корни мощнее, тем оно стоит увереннее. И наши дети, на таких примерах наших предков, воспитывать их – это же здорово. Конный поход стартует 20 февраля. 10 всадников из Борского отправятся в Самару. Александр Семенов, Елена Машкова, Игорь Кузьмин, СТВ, Борский район. Тем временем самарская энергия готовится к целой серии домашних поединков. Пока наши баскетболисты звезд с небес не хватают, находятся в нижней части турнирной таблицы студенческой лиги. Однако амбиции у команды на более высокий результат. Шансы Волжан улучшить свое положение оценил Александр Семенов. Самарские студенты показывают весьма живой и эмоциональный баскетбол. Видно, что тренерский штаб смог наладить взаимосвязь между игроками. На паркете выступает единый коллектив. Парни понимают друг друга. И все же пока каких-то громких побед нет. В команде уверены, что это именно пока. Впереди четыре домашних поединка. Вот и возможность набрать столь нужные игровые очки. 3 и 4 февраля на своем паркете волжане примут команду из Белгорода. 6 и 7 клуб, представляющий Краснодарский край. Самарцы рассчитывают на поддержку своей публике. Ребята чувствуют эту поддержку. Я надеюсь, что в этом отношении мы постараемся своей хорошей игрой эту поддержку, как говорится, воплотить в результат. Главная задача для баскетболистов и тренерского штаба по итогам регулярного чемпионата попасть в игры плей-офф. Возможность для этого есть. По крайней мере, все в команде в этом уверены. Ну, я думаю, шансы есть попасть в восьмерку. Ну, такие средние, конечно, но я думаю, пойдем. Сейчас самарцам необходимо подняться выше по турнирной таблице, чтобы улучшить свои шансы на попадание в игры на вылет. Александр Семенов, СТВ. Самарская гуманитарная академия приглашает студентов и выпускников, преподавателей и сотрудников на праздник «Татьянин день». Мероприятие состоится 25 января в Актовом зале на улице Дыбенко, 21. Начало в 18.00. У меня вся информация. Далее программа «Абзац» и прогноз погоды. В завершении выпуска напомню адрес сайта Георгия Лиманского gslimansky.ru. Читайте наши новости в социальных сетях в группах СКАТ и СТВ «Самара». Заходите на сайт телерадиокомпании. А я прощаюсь с вами. До скорой встречи. Увидимся.